Добрый вечер! Семь часов с президентом. В Минске во Дворце Независимости состоялся самый крупный форум в истории белорусских СМИ. Александр Лукашенко провел открытый диалог с представителями медиапространства. Гарант стабильности и надежности, слаженная и грамотная работа всех жителей Берестейского края и каждого в отдельности. В областном центре прошло январское заседание облсполкома. И один в поле войн, доколь с правдой он. Необычное название для необычного вернисажа. В художественном музее брестская художница Александра Доника представила цикл своих работ. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. В четверг руководитель государства Александр Лукашенко ответил на четыре десятка вопросов представителей СМИ. Во Дворце Независимости собрались не только отечественные, но и зарубежные журналисты. Всего 260 человек. Они представили 152 газеты, 16 информагентств, 3 интернет-издания, 26 телеканалов и 41 радиостанцию. Эта встреча одна из самых масштабных. Более 7 часов общения. Ожидания от столь глобального медиафорума оправдались. Александр Лукашенко ответил на актуальные вопросы политики, говорил об экономических и социальных проблемах. Поднимался вопрос положения белорусского языка в обществе и многие другие. О подробностях, о впечатлениях, о наиболее ярких моментах встречи Лариса Осмолович. Первая встреча главы государства с представителями медиапространства Белоруссии и зарубежными журналистами в 2015 году прошла по-новому. Впервые во Дворце Независимости и впервые в новом формате. Готовились к пресс-конференции, получился открытый диалог. Таково было решение Александра Лукашенко. Впервые модерировала ее и новый пресс-секретарь президента Наталья Эйсман. Первый блин получился удачным. Вопросов было порядка 40. Вопросов открытых и откровенных, интригующих и провоцирующих, впрочем, как и ответов. 7 часов непрерывного диалога. 7 часов достаточно большой отрезок времени. Но эти 7 часов станут отправными точками газетных статей и телевизионных сюжетов на протяжении всего года. Ведь многие высказывания Александра Лукашенко касались не только дня сегодняшнего. В большей степени разговор шел о перспективах государства и каждого белоруса. События в Украине, отношения между старшим, средними, младшими братьями и экономическая ситуация в нашей стране стали главными темами нынешнего общения президента с представителями масс-медиа. О ситуации в экономике на данном этапе откровенно заявлено, что ситуация сложная, но не катастрофическая. Беларусь не может быть отстранена от событий в мире, от событий, происходящих в соседних странах. А потому влияние кризиса сказывается и на нашей экономике, в том числе и что касается финансовой стабильности. У нас страна открытая, и, как я сказал, экспортоориентированная экономика. Такие события отразились и на нас. Мы постарались, как умеем, действовать быстро, провели определенные мероприятия, с которыми вы знакомы, о которых вы хорошо знаете. Они, наверное, коснулись многих из вас и попытались обеспечить стабильность на финансовом рынке страны. Ну, на данный момент вроде бы получилось. Посмотрим, что будет дальше. Держим под особым контролем вопросы инфляции, обеспечения товарами народного потребления нашего внутреннего рынка. Хочу подчеркнуть, что все это делается спокойно и без всякого надрива. И вообще, поскольку вопросы касаются денег, финансов, деньги любят тишину, они не любят шум. Один из вопросов, по какому пути пойдет дальше Беларусь, не удивит ли Александр Лукашенко какими-либо новыми моделями дальнейшего развития страны. Ответ был однозначным. Новых моделей не будет. И прежде всего потому, что общество не готово к шоковым переменам. Государство останется социально ориентированным. Я тоже хотел бы перемен, но всегда задаю себе вопрос. И это главное при ответе на ваш вопрос. Удивить я могу любой моделью, но готовы ли вы переварить эту модель? Готовы ли общество к тем великим новациям, которые могут предложить политики, в том числе и я? Думаю, что не всегда. При этом я хочу, чтобы вы помнили, моделей не слишком много. Мы их знаем. И та модель, которая была у нас, с вами и существует, мы отнюдь не отказываемся от этой модели, но ее называют несколько социально ориентированной моделью. То есть в центре стоит человек, мы от нее ни в коем случае не отказываемся. И я от нее не откажусь до конца своего президентства. Это будет неправильно. Мы эту модель нащупали. Мы эту модель создали. Мы этот путь определили. И по нему надо идти, не шарахаясь, особенно в период кризиса. В течение всего диалога с представителями СМИ неоднократно поднимался вопрос об отношениях с Россией, как с основным партнером Беларуси. Нас связывают не только экономические интересы, но и политические, военные, культурные и, прежде всего, общность историческая. Не могут конфронтировать два славянских народа, у которых одна история. Отношения, подчеркнул президент, продвинулись достаточно сильно, чему, конечно, способствует и создание Еврозес. И все временные противоречия, имеются в виду мясные, молочные и другие конфликты, решаются. Да, порой бывает сложно, но все-таки выход находится. Путь будет непростым в создании этого Евро-Азиатского экономического союза. Этот путь будет непростым, потому что затрагивает интересы. Не просто там разговоры, декларации каких-то дипломатов, политики и так далее, это конкретные деньги. Где-то кто-то выигрывал, где-то кто-то проигрывал, где-то шли, извините меня, на ощупь, создавая некоторые критерии расчетов. Но мы это сделали, и мы начали это движение. Альтернативы ему нет, нет еще и потому, что весь мир сегодня интегрируется. Латинская Америка, Канада, США практически одно государство. АТС, я Латинской Америке говорил, ну может быть Африка, которая только поднимается, ей посложнее. Поэтому нам надо сохранить это единство. И вы знаете, для нашей 10-миллионной страны иметь примерно 170-миллионный рынок сбыта нашей продукции, это благо. Что касается нефти и газа, конечно мы будем подталкивать наших партнеров к этому. Но скажу вам откровенно, есть определенные сдерживающие факторы, которые не дают мне возможности уж так открыто воевать. Ну смотрите, Украине Россия предлагает природный газ поскольку? Почти по 400 долларов со скидкой, 100 долларов скидка. 395 или сколько, по-моему, примерно так. А у нас на границе какая цена на газ? 134. Предложенный формат живого разговора пришелся по вкусу журналистам и в прямом смысле состоялся диалог, где каждый имел право высказать свои взгляды, задать вопросы на грани фола, но соблюдая профессиональную этику. Одним из таковых неудобных был вопрос о так называемом миротворчестве Белоруссии и выгоды от него. Здесь у нашего порога война. Я вынужден реагировать, и это стоит денег. Но это еще не война. И самое главное, чтобы эта зараза к нам не пришла. На основании этого хотел бы я, то не хотел. Я вынужден вмешиваться не публично в эти процессы. Когда я спросил в очередной раз, что мы можем белорусам помочь, где мы можем подставить свое плечо, и президент России, и прежде всего президент Украины Петр Порошенко меня попросил. Помогите собрать людей. Мы хотели бы, чтобы это в Минске было. Название этой группы, контактная группа, вы знаете, помогите провести. Мы сделали все, что они хотели. То есть мы не рвались в это миротворчество. Мы никакие не миротворцы. Нас просят, мы делаем. Конечно, я вижу, что происходит у наших западных партнеров в связи с этим. Но я не очень упиваюсь этим. Что, ох, видите ли, вот так вот случилось, ситуация сложилась так, что она нам помогла. Я так это не представляю и не мыслю. И не только потому, что, не только по каким-то другим вопросам. Прежде всего, я не очень-то доверяю западным партнерам. И это есть политика. Как вы говорите, грязное дело. У кого-то грязнее, у кого-то чище. Но это политика. Сегодня Западу выгодна такая позиция Беларуси. Ну, они где-то нам скажут спасибо там. Да, действительно, ваша позиция. Ну, мы это слышим. Но не больше. Тем более, я прагматик. Я прекрасно понимаю, никаких, Андрей, сдвигов больших в отношении Европы и Америки, и Беларуси не будет, пока не пройдут президентские выборы. Я к этому нормально отношусь. Я как человек, который занимаюсь политической журналистикой, мне интересовали и отношения с Евросоюзом, с точки зрения президента. И ситуация по Украине, которая всех нормальных людей волнует. И мне кажется, что было очень эмоциональное выступление президента. Вот последний, когда он отвечал на вопрос о том, что существует какая-то угроза национальной безопасности, по-моему, были расставлены все точки над этим. Ну, и вопрос с Россией, правда же, так конкретно было сказано. Да, да. Ну, мне кажется... И неоднократно сказано. Да, мне кажется, что... Ну, это наша общая позиция, она вообще известна, что мы государство, которое пытаемся сохранить хорошее отношение со всеми, и так было, и так будет всегда. Но это самое главное. Кстати, продолжая тему выборов, Александр Лукашенко подчеркнул, что его кандидатура представлена будет. Нравится кому-то сей факт или нет. А вот уже кого выберет белорусский народ, это право остается за белорусским народом. Если бы вы меня, народ белорусский, отправили на пенсию, сами, лично, на президентских выборах, ну, конечно, мне было бы неприятно, как любому другому человеку, проиграть компанию. Это неприятно. Но я бы это не воспринял так, как 10-15 лет тому назад. Я бы, может, и обиделся на неделю. Почему? Я себя убедил. Если народ так решил, это решение народа. Но если что-то случится со страной, извините, вы выбрали этот путь, вы определились, выбрали этого человека. С меня взятки гладки. Я вот как человек рассуждаю. Может быть, я не должен так говорить, но я это так чувствую. Конечно, вопросы касались всех сфер жизни белорусского народа, поэтому и диалог продолжался на протяжении 7 часов. Но вопросы следовали и об оптимизации госаппарата, и о кадровой чистке, и о строительной сфере, которая по-прежнему остается под пристальным вниманием президента, как и вопрос роста цен и закон об ожедевенчестве и тунеядстве. Немного разрядили официальную часть встречи, вопросы о том, где Александр Лукашенко хранит зарплату и на что тратит. О любимых местах отдыха на все вопросы были даны исчерпывающие ответы. Удивил и, несомненно, порадовал акул пера самих умеющих много и долго говорить. Факт неиссякаемой энергии президента. Умение говорить без бумажки. Так что своеобразный мастер-класс от Александра Лукашенко также был получен. И на заметку все журналисты взяли факт определенного приказа для всех госслужащих. Комментарии представителям средств массовой информации быть должны. «Надо выработать практику, если министр или должностное лицо безосновательно отказываются общаться с журналистами, это не министр и не должностное лицо. Это я не первый раз слышу. Этот вопрос надо взять на контроль». Глава государства, как никто иной, личным своим примером, общаясь с прессой, доводит полную картину событий происходящих, не уходя ни от каких тем. И сегодня в очередной раз прозвучало требование к руководителям министерств, предприятий выходить к прессе, работать с прессой, информировать население. Я думаю, что для журналистов это сегодня и большой такой опыт, и большая журналистская удача, а в результате мы еще более динамично будем развивать нашу страну. И еще более динамично должно развиваться наше информационное пространство. «Вельми важно тое, что голова краины чудовно разумея ситуацию, якая теперь паную узносина к память чиновникам и СМИ. И сегодняшняя встреча, я переконану, будет отправной кропкой дальнейшего открытого диалога, а теперь уже память чиновниками и журналистами. И это будет больше открыто, больше демократично и больше спрощено». Более 7 часов живого общения, 4 десятка вопросов, 260 журналистов из 238 средств массовой информации. Открытый диалог главы государства с журналистами стал особым по многим причинам. Форма, содержание атмосферы во Дворце независимости превратили медийную встречу «Событие номер один в стране». Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Новые задачи на новый 2015 год ставил и руководитель региона Анатолий Лис на январском заседании Брестского областного исполнительного комитета. На повестке дня итоги социально-экономического развития Брещины за 2014 и перспективы 2015 года. Бюджет, а также вопросы деятельности территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Все темы, поднятые в ходе совещания, актуальны и требуют серьезного, взвешенного и рационального подхода. Только слаженная и грамотная работа всех подразделений, ведомств, организаций и предприятий области может стать гарантом выполнения доведенных прогнозных показателей. А значит, гарантом поступательного развития региона и благополучия жителей края. Тему продолжит Анастасия Стропко. 9 из 17 показателей, среди которых номинальная заработная плата, энергосбережение, а также выручка от реализации продукции по коммерческим организациям выполнена Брестской областью за минувший год. По большинству остальных заданий достигнут и положительные темпы роста, однако прогноз выполнен не был. В целом, среди регионов республики область занимает средние позиции. Среди регионов республики область по большинству показателей развития занимает средние позиции. Исключение экспорта услуг и валовая продукция сельского хозяйства, где область находится в лидерах. А также среднемесячная заработная плата, где по году, нарастающим итогом, область на последнем месте. Однако, начиная с сентября, по уровню помесячной заработной платы мы опередили Витебскую и Могилевскую области. Также, как положительный момент, хотелось бы отметить, что в 2014 году область впервые с 2011 года поднялась с последнего на пятое место по валовой добавленной стоимости в расчете на одного занятое, опередив те же Витебскую и Могилевскую область. Кроме того, область на третьем месте после города Минска и Минской области по отдельному весу валовой добавленной стоимости в выпуске продукции. Безусловно, оценивая полученные в минувшем году социально-экономические результаты деятельности, нельзя не учитывать влияние объективных факторов, таких как ухудшение внешнеэкономической инфраструктуры, ограниченность и высокую стоимость кредитных ресурсов, а также рост цен на сырье и материалы. Вместе с тем, далеко не все представители власти на местах, а также руководители предприятий использовали полный комплекс мер для выполнения доведенных показателей. Анализ сложившейся ситуации, поиск путей выхода из непростого положения – главная задача настоящего времени. Во многих регионах наших, там независимо, мы не должны делить ни республиканские, ни коммунальные, ни безведомственные подчиненности. Нам делать необходимые экономические анализы, этим должны заниматься заместители председателей, которые сегодня здесь присутствуют, исполкомы по экономике и соответствующие службы. Так не должно происходить. У нас обвал произошел не по нашей вине, по вине наших соседей. Практически он начался с октября месяца, так? До октября месяца все стабильно было. Спрашивается вопрос, почему за 9 месяцев предприятия не могли создать какую-то подушку безопасности и работать. Необходимо ввести постоянно четкий анализ и понимать, что происходит на предприятиях. И не доводить их до банкротства, как у нас, к сожалению, происходит по некоторым предприятиям. И сегодня в очереди уже стоят порядком, с которыми не знаем, что делать. Хорошо, хоть и не без проблем, в 2014 году сработали аграрии региона. С заданием облсполкома по темпам роста воловой продукции и сельского хозяйства справились все районы. Общий объем превысил 15 триллионов белорусских рублей. Героятно, что нарастили объемы производства. Выручка в сельхозорганизации области за лиц в месяц 2014 года уличилась на 25% прибыль от реализации продукции. В строительной сфере также решено большинство из поставленных в 2014 году задач. Однако темпы развития отрасли заметно снижены. Сегодня говорить о больших планах и перспективах не приходится. Экономическая ситуация скорректировала деятельность данной сферы, а потому такого количества строек, как в предыдущие годы, ожидать не приходится. Предупреждаю всех, ни одного объекта, который не подтвержден финансированием, не проектировать, не строить. Значит, категорически запрещается. Та система и мода, которая была, давайте увяжемся в бой, а потом будем думать, как произойдет и чем окончится этот бой. Так не получится. И второе, когда начинаем объект строить, значит он должен строиться с опережающими сроками, а не наоборот. Тогда будет какая-то отдача. А так размазываем деньги, значит идет удорожание и все остальные вытекающие проблемы. Обращаю особое внимание всех на это. Никому не запрещается. Есть средства, есть источники финансирования, привлеченные, инвесторов, никому не запрещается. Но рассчитывать на бюджет не приходится. Говоря о целях и задачах на 2015-й, председатель Брестского обл. исполкома Анатолий Лис отметил, что для экономики региона этот год простым точно не будет. Сложившаяся экономическая ситуация требует не только повышения эффективности производств, поиска новых рынков сбыта, постоянного профессионального роста работников и руководителей на ведение элементарного порядка как в технологических вопросах, так и в материально-технической части, но и в серьезной экономии. Сегодня буквально на счету каждый рубль. Сегодня пришло время экономить. О чем я хочу сказать. У нас многие уже и привыкли к тому, что денег считать они уже не хотят или не умеют. То, что будет сэкономлено, то, что будет оптимизировано, конечно, в разумных пределах они просто все сейчас начать сокращать и потом не знать, что делать с этими основными средствами, помещениями, зданиями. Все надо разумно. Разумное их использование и высвобождающееся средство будет оставаться в этих отраслях, в том числе и на заработную плату. Другого выхода нет. Анастасия Стропко, Виктор Халявка, Андон Луговкин. Специально для итоговой программы. К другим темам. Белорусский Республиканский Союз Молодежи – одна из наиболее многочисленных и активных молодежных организаций республики. Одним из приоритетных направлений деятельности объединения было и остается патриотическое воспитание юношей и девушек при общении их к историческому и культурному наследию своего края. В этом виде работы на лидирующих позициях в стране на протяжении многих лет Брестская областная первичная организация БРСН. Сама история подарила нашему краю большое достояние, которое завещано беречь. Подвиг защитников цитадели навечно останется символом мужества, чести и неподдельной любви к своей родине для многих поколений молодых людей. Несколько лет назад берестейские члены БРСН, продолжая традиции, предложили проект строительства Большого патриотического центра, задействовав неиспользующиеся помещения на территории Брестской крепости. Сегодня там идут крупномасштабные реконструкционные работы. Планируется, что объект начнет полноценно функционировать в этом юбилейном году, ознаменованном 70-летием Победы. Анастасия Ноздрин-Плотницкая узнавала, почему существование патриотического центра необходимо региону, а также о том, как сегодня обстоят строительные дела. Смотрите сюжет. Яркие праздники, концерты и акции, организованные объединением БРСН, занимают существенное место в календаре мероприятий. Они являются инициаторами многочисленных проектов, в том числе и патриотических. Смотры военной песни, художественные и театральные конкурсы. Это и многое другое уже давно зарекомендовало себя как хороший способ приобщения молодежи к истории своего края. Последняя наиболее яркая инициатива – «Бессмертный полк». Эту акцию в прошлом году город над Богом принимал впервые. Около 300 человек пришли к стенам цитадели с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Теперь областная организация реализует новый, довольно серьезный проект. В Брестской крепости строится патриотический центр. Мы для себя открыли, что нам необходима база для организации системной работы с молодежью региона Брестского и в целом страны. Поэтому мы проект представили в 2013 году. Мы проект создания молодежного центра представили президенту нашей страны Александру Григорьевичу Лукашенко на форуме «Молодость. Традиции. Будущее», который проходил в Минске. Президент одобрил наш проект, поддержал его. И в прошлом году мы уже изготовили проектно-сметную документацию и в декабре приступили к строительству этого объекта. Работы над историко-культурным комплексом Брест, а именно так патриотический центр называется в документах, начались в декабре прошлого года. Подрядчиком объекта выступило коммунальное унитарное предприятие «Брест. Жилстрой». Сегодня комплекс зданий бывшего полка артиллерии польской армии и бывшей казармы на Кобринском укреплении прошел первый строительный этап. Здесь завершилась очистка от мусора и обломков. Задачей на ближайшее время является разборка перегородок и замена перекрытия. Все аварийные элементы на сегодняшний день снесены. Сегодня ведутся работы по укреплению проемов оконных, вот видно здесь на фасаде, вот, бетонируется перекрытие, которое надо. Уже на сегодняшний день практически там только коридоры остались выломаны, ставится опалубка, будут монолититься новые перекрытия. Сегодня здание уже не узнать. Когда строители впервые пришли сюда, на некоторые обломки было даже страшно ступать. Вероятность провалиться была велика. Теперь все позади. Двухэтажный строительный объект приобрел немного иной, более ухоженный вид. Планируется, что здесь разместятся помещения для патриотической работы представителей БРСМ, а также небольшое кафе и хостел, чтобы, приехав в Брест, любой гость организации смог в буквальном смысле прикоснуться к живой истории. Над поддержанием исторического духа работают и архитекторы проекта, которые стараются по максимуму оставить то, что здесь сохранилось. Естественно, какое-то приведение в порядок этой территории, это создаст условия для целостного восприятия, как мы говорим, всей крепости. Потому что это частичка, небольшая частичка. Человек, приходящий туда, он хочет видеть где-то определенные моменты ухоженности. Говорить о важности нового объекта не приходится. На встрече с молодежью губернатор региона Анатолий Лис назвал эту стройку областной. А Центральный комитет, получивший в этом году премию президента за духовное возрождение, направил возрождение на работу над новым проектом. Согласно паспорту объекта, его сдача планируется на август 2015-го. А это значит, что инициатива перекликается и с 70-летием Победы и с Годом Молодежи. И строители, и инициаторы уверены, что этот объект станет одним из ярких культурных зданий города. И объединит всех, кому небезразлична, историческая память. Вы смотрите итоговую программу на БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. Всемирная организация здравоохранения всерьез обеспокоена проблемой детского ожирения. Согласно статистическим данным, за последние 20 лет в мире на 50% выросло число младенцев и детей в возрасте до 5 лет с избыточным весом или ожирением. Коснулась эта проблема и нашей страны. У каждого десятого ребенка в Беларуси лишний вес. Поэтому в новом учебном 2014 году Министерство здравоохранения приняло постановление номер 63 о внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Отныне жизнь школьных столовых и буфетов несколько изменилась. Как законодательная мера повлияла на сложившуюся ситуацию, узнаете из материала Виктории Драгобецкой. Заботливо помешивая огромным черпаком суп, Анна Синюк пробует тряпню на вкус. На протяжении 25 лет у шеф-повара Брестской гимназии номер 5 этот жест превратился в профессиональную привычку. Нужно угодить каждому ребенку, убеждена Анна Петровна. Нагрузка у детей большая, поэтому и пища должна быть калорийной и вкусной. Неспроста в пятой гимназии горячим питанием охвачено почти 100% учащихся. Пока мальчишки и девчонки уминали за обе щеки сытный завтрак, мы решили узнать у маэстро кулинарного дела, в чем секрет того, что дети первым делом садятся за обеденный стол. Они бегут в буфет с очередной булочкой. Мы всегда принимаем детей с улыбкой, каждого ребенка понимаем. Всегда подойдешь, поговоришь, и порой ребенок прибегает, и даже тебе все сам расскажет, что у него на уроке было, как там что он отвечал. Если там что-то у него не так, пригласкаешь его немножко, успокоишь, что-нибудь скажешь, хорошенькое слово, и ребенок улыбается, получит порцию, улыбается, кушает. Довольны ребенок, довольны мы. Если мы видим улыбающие лица и пустые тарелочки, для нас это вообще большое счастье. Мне очень нравится наша столовая. Всегда разнообразие блюд, всегда все очень горячее, всегда вкусное, свежее. Большой выбор у нас есть. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в средней школе номер 8. В небольшой, но очень уютной столовой не нашлось ни одного ученика, который бы не съел свою порцию. Еще до капитального ремонта учреждения дети ели хорошо и очень редко смотрели в сторону продуктов быстрого приготовления. Поделилась с нами фактами историй завод школы Жанна Лапыка. Как в пятой гимназии, так и в восьмой школе в отношении питания существует очень простой и грамотный принцип. Пища должна быть здоровой, вкусной и полезной. Именно поэтому меню составляется с учетом всех физиологических особенностей учащихся. Если, к примеру, у ребенка гастрит, он получит свою отдельную порцию. Плюс ко всему, на стенде в столовой есть меню, почитав которое можно убедиться в достаточном разнообразии блюд. Нам дают и рыбу, и котлеты, и разные каши. Каждый день у нас есть возможность получать вкусную, здоровую, разнообразную пищу. То есть, как бы все очень довольны нашей столовой. А соблазн купить ту же сосиску в тесте есть? Ну, иногда бывает, особенно, допустим, если остается после уроков какие-то дополнительные занятия, факультативы, да, мы ходим с ребятами в салову, покупаем что-то в буфете. Школа, конечно, работает в этом направлении для того, чтобы дети питались. И для этого, конечно же, нужно работу проводить и с родителями, с родительской общественностью. Ну, во-первых, это общешкольные родительские собрания, на которых поднимается вопрос организации питания, классные родительские собрания, анкетирование родителей. Хотелось бы отметить, что на родительские собрания приглашаются за производством нашей школы медицинские работники. Это наши помощники, потому что кто, как не они, очень хорошо знают о том, что питание, каким должно быть питание. Однако находятся и те, кто предпочитает горячему питанию продукты так называемого фастфуда. Кстати, именно быстрая еда на ходу в сухомятку – одна из причин развития детского ожирения, которая провоцирует болезни сердца, нарушает работу иммунной системы, да и вообще является источником многих взрослых проблем. В отношении любителей сосисок в тесте, булочки, газировки, в новом гочебном году Министерство здравоохранения приняло меры в виде постановления номер 63, которое внесло в жизнь школьных столовых и буфетов некоторые изменения. Один из пунктов – ограничение реализации отдельных мышечных блюд, пиц, смаженок, сосисок в тесте до не более двух раз в неделю. Та продукция, которая реализуется в буфетах – это продукция свободного выбора. Это так называемое дополнительное питание для детей. На сегодняшний момент около 90% всех школьников охвачены централизованным горячим питанием. Это то питание, которое действительно позволяет поддерживать и работоспособность, которое сбалансировано, которое разнообразное. Поэтому вот это питание – это и есть основное. Доказано, что те дети, которые не завтракают, чаще всего страдают повышенной массой тела, потому что они становятся голодные, и во второй половине дня они, компенсируя недостаток питания первую половину дня, они едят все, что подвернется им под руки. Конечно, в воспитании культуры питания должны участвовать и родители. Если дома принято есть вредную жирную пищу, результат будет налицо, а заодно и на фигуру, и самочувствие ребенка. Ведь помимо неправильного питания отмечается, что в век информационных технологий дети мало двигаются, просиживая свободное время за различного рода гаджетами и, учитывая современный ритм жизни, часто подвержены стрессом. Поэтому от педагогов и в первую очередь родителей их заинтересованность и сознательность в данном насущном вопросе зависит, насколько здоровым будет подрастающее поколение. Виктория Драгобецкая, Кирилл Львовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях. Вторая по счету персональная выставка молодой художницы, живописца Александры Доника открылась в художественном музее Брестской крепости. Экспозиция, которую составили работы, собранные более чем за 10 лет непрерывного творчества, сама автор назвала «И один в поле войн, да коль с правдой он». Узнать, какой смысл вложила художница в эти строки и о чем хотела сказать с помощью своих картин, гости выставки смогли по ходу встречи. Талантливая брещанка с удовольствием пообщалась с гостями выставки, поделилась историями создания некоторых работ. Насладиться творчеством Александры Доника в этот день пришли просто любители живописи и те, кто имеет самое непосредственное отношение к искусству. На официальном открытии вернисажа побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит София Бережная. Молодая художница Александра Доника начала рисовать с самого детства. И хотя профессиональными навыками она никогда не овладевала творческой, и потенциал со временем стали замечать сначала близкие, а позже окружающие, которым девушка показывала свои работы. Так любитель живописи стала известна в узких кругах. Сегодня же ее имя широко известно как на Брещене, так и на просторах с синекой. Поэтому неудивительно, что прийти и посмотреть открывшуюся выставку ее работ, названную строчку из стихотворения собственного сочинения, пожелали многие брещане. Рисовать я иногда рисовала, и в школе рисовала. Ну это так, чисто, ну как все, в принципе. А вот потом как-то меня стало затягивать, как-то вот так потихоньку затягивать. Потом, ну у каждого человека, скажем, есть выбор. У меня тоже когда-то вот поставили, скажем, перед выбором, либо сходить на дискотеку, либо купить хорошие масляные краски. Ну я сделала просто свой выбор, потому что, ну что, дискотека, она и есть дискотека, это что-то новое. На вернисаже и один в поле воин, да коль с правдой он, было представлено порядка 60 работ автора. Каждая из них отличалась своей необычной задумкой, сюжетом, а главное своим посылом. С помощью картин Александра Доника словно обращается к каждому человеку, гости это сразу же смогли ощутить. В работах «Нелюди» дева автор тонко передала свои чувства и переживания по поводу быстротечных событий, происходящих в мире. Призвала быть более гуманными по отношению друг к другу, ценить каждое мгновение жизни. В работах «Мисс Вселенная» и «Молчание золота» – легкость и ирония по отношению к тем мелочам, которым люди порой передают слишком большое значение. Глубина мысли, тонкое восприятие окружающего мира художницы затронули сердца большинства пришедших. Сегодняшняя выставка показала, что за эти два года она очень хорошо поработала, выросла в художественном плане, появились новые идеи, новые мысли, новое видение мира современного. И она все это выразила в своих холстах. Я говорю, даже есть у нее такие работы, что даже тянут, я бы сказала, на политический плакат, что она очень глубоко переживает то, что происходит в мире у нас сегодня. И видит это, но у нее свое это видение, своя трактовка. Экспозиция не оставила равнодушными гостей. И это неудивительно. Темы, которые затронула художница в своих работах близки каждому. Это проблема взаимоотношений и вечные человеческие ценности. На многих полотнах автора серьезное размышление о жизни, смерти и войне. О том, как Александре Доника приходят творческие идеи и вдохновения, она поделилась с нашей съемочной группой. Из мира, из всего, что происходит в мире. То есть это может быть и книга, и ребенок, который у меня есть, и фильм. Я посмотрела события, которые происходят не только у нас, а вообще в целом в мире. Куда-то хочется это все выплеснуть, потому что вот так сложилось. По-другому как-то у меня не получается. И один в поле воин, доколь справдой он. Это своего рода крик души молодой художницы, ее личные ощущения и переживания. В этих словах заключена и главная мысль, которую автор хотела донести с помощью холстов. Вы смотрели итоговую программу BookInform. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-6367. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы. Просмотры заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 1 февраля Беларусь будет находиться в области пониженного атмосферного давления. В начале ночи и во второй половине дня скажется влияние атмосферных фронтов. В связи с чем в ночные часы столбики термометров опустятся ниже нуля на 2 градуса, а днем опять плюс 3. К вечеру понижение температуры. Такие колебания приведут к гололедице на дорогах, поэтому следует быть предельно осторожными. На Брещене в этот воскресный день осадков не предполагается. Не порадует стабильностью и начало следующей недели. Природа по-прежнему будет капризничать. 2 февраля в Белесской области ночной и вечерний минус будет чередоваться с дневным плюсом. До минус 2 ночью и до плюс 3 в течение дня. Гололед и гололедица на дорогах. Умеренный юго-западный ветер и переменная облачность станут спутниками первого рабочего дня февраля.